Этот фильм буквально породил новый жанр в кинематографе. Он был отмечен многими наградами и запрещен к показу в СССР. Но вот режиссеру, актерам и съемочной группе пришлось не сладко. Фильм как будто не желал выходить в мир, отказывался и сопротивлялся. Начать хотя бы с того, что Тарковский снимал «Сталкера» дважды, в первый раз пленка буквально рассыпалась в руках перед началом монтажа, пришлось переснимать. Сразу после премьеры ушел из жизни актер Анатолий Асолоницын, виной тому рак легких, которым актер долго болел. Следом от того же диагноза скончались Андрей Тарковский и его жена Лариса, второй режиссер. А монтажер фильма Людмила Фигинова сгорела в собственной квартире вместе с черновой пленкой. Веришь или нет, но существует даже так называемое проклятие Супермена, слишком много актеров, работавших над фильмами, постигла беда в раннем возрасте. Кристофер Вив, который сыграл Супермена в фильме и трех сиквелах, был парализован в 43 года от шеи и ниже из-за того, что его сбросила лошадь. Марго Кидер, сыгравшая пассию главного героя Лоис Лейн, тоже оказалась парализована из-за несчастного случая на съемках другого фильма. Из-за невозможности работать у нее начались проблемы с психическим здоровьем примерно в то же самое время, ее нашли блуждающей по улицам Лос-Анджелеса, оборванной в бреду. Ричард Прайер, появившийся в третьем Суперменоне, тогда же умер от рассеянного склероза. Джордж Ривз, сыгравший Супермена в 50-х годах, покончил с собой в возрасте 45 лет. Актеры и съемочная группа этого фильма столкнулись со злым роком не только после съемок фильма, но и во время. Из-за непрочных веревок актеры, играющие летающих обезьян, рухнули на сцену, все остались живы, к счастью. А вот актриса, играющая злую ведьму Запада Маргарет Гамильтон пострадала серьезнее, на этот раз неполадки были с пиротехническим оборудованием. В ходе съемок одного из эпизодов Гамильтон получила серьезные ожоги, и пока она была в больнице, ее заменяла ее ассистентка. При попытке повторить трюк помощница также пострадала. Через пару месяцев после выхода фильма «Актер, сыгравший волшебника», Франк Морган попал в автомобильную аварию. Дядя Генри и вовсе не дожил до дебюта фильма на телевидении. Как поется в известной песне «Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек». Омен фильм о семейной паре, которой на воспитание попадает настоящий антихрист. Несчастья у съемочной группы начались незадолго до старта. За два месяца до начала съемок сын исполнителя роли главного героя Грегори Пека покончил с собой. В том же году, когда Пек летел в Лондон на съемки, в его самолет ударила молния. Несколько недель спустя после этого инцидента исполнительный продюсер Мойс Нойфельд тоже летел в Лондон, и такого не бывает. В его самолет тоже ударила молния. Позже его гостиницу взорвали повстанцы Ира. На съемках фильма погиб дрессировщик Тигра, а самолет, который применялся для съемок фильма, вскоре упал, все, кто были на борту, погибли. Через восемь месяцев консультант по спецэффектам Джон Ричардсон попал в аварию в Голландии. Дорожный знак у места происшествия гласил, а мин 66,6 километра. Производство фильма было одним большим несчастьем. Декорации, изображающие дом главных героев, сгорели, а актриса Линда Блэр повредила спину. Другая актриса, Элен Берстин во время эпизода, где одержимая Риган Блэр, бросает свою мать, Берстин, так ударилась, что последствия этой травм и беспокоили ее долгие десятилетия. Сына Джейсона Миллера, который играл отца Караса, сбил мотоцикл прямо во время съемок. Но это не самое страшное. Сын Мерседес МакКембридж, который озвучивал демона специально для этого фильма, убил собственную жену, двух дочерей, а потом покончил с собой. В общей сложности девять человек, связанных с фильмом, скончались при загадочных обстоятельствах во время или сразу после съемок. Продюсер фильма Уильям Касл писал, что ему кажется, будто ребенок Розмари сбывается в реальной жизни. Он сам страдал от невероятно болезненных камней в почках и сразу после съемок был вынужден пройти через ряд операций, композитор Каштов Комеда погиб от неожиданного падения. Но самая мрачная история произошла с Шерон Тейт, женой Романа Полански, режиссера фильма. «Ребенок Розмари» – фильм о сатанинском культе и женщине, беременной демоническим дитя. Шерон Тейт, сыгравшая небольшую роль в фильме, спустя год после работы над фильмом попала в секту Мэнсона. Вскоре ее нашли убитой в Ихсполанске доме. Шерон была на последнем месяце беременности и вот-вот должна была родить. Фото Лиджин Мидиа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин